друзья всем огромный привет мы в майами уже въехали в майами через 14 минут мы будем на месте встречаем нашу лизу она у друзей в общем сейчас нам все расскажет надеюсь все у него хорошо она сказала что все придет уже расскажет толком она ничего не снимала поэтому сказала так расскажу что чтобы было все настолько круто настолько круто настолько классно что ей было не до съемка она сказала мама я даже телефон в руки практически не брала но мы в принципе это и так поняли когда мы ей писали звонили она просто не отвечал все простите дорогу за рулем все мы ехали сейчас через 13 минут мы будем уже на месте поскольку сейчас уже пол пятого вечера мы очень поздно выехали и мы опять не успеваем заехать к нашим друзьям к сожалению простить большому сожалению да мы не успеваем это очень сильно хотели и они нас ждали но не сложилось потому что мы сегодня долго очень знали машину мы не могли выехать раньше и сейчас торопимся потому что мукова приедет ему нужно вести леву на тренировку а мне там детей у нас не может пропустить тренировку да пропускать нельзя и водителей там больше дома нет ну ладно мы успеваем на самом деле у него тренировка пол восьмого мы все успеваем короче я так понимаю мы скоро соберемся на один день он сгоняем в Майами вдвоем ну с детьми с малышами и с собакой понятно нет мы не сгоняем в Майами не дождетесь да нет мы собираемся действительно съездить к ним гостям друзья мы сегодня продлили договор мы подписали след не продлили да наверное следующий договор ну не продлили наверное да правильно мы еще на год остаемся в нашей квартире в этой в которой мы живем нужно за два месяца определяться мы же в августе въехали сюда у нас с августа за два месяца нужно предупредить уже комьюнити наш уже наш лизинг-центр уезжаем мы или не уезжаем они рассылали письма всем кто кому поджимает уже срок за два месяца и мы уже дали ответ что мы прогреваем у нас получается нам мы думали будет гораздо хуже условия потому что сейчас сейчас даже за две с половиной за 2 600 в нашем районе ничего подобного найти невозможно даже чуть-чуть хуже невозможно найти то сильно очень выросли цены и видимо как бы спрос стал устойчивый то есть народ сейчас особо не дергается все кто вот в пандемию там свои рокировки навели в общем сейчас нашем районе мы рассмотрели на всякий случай что если вдруг будет сильно вы высокая цена чтобы нам куда-то переехать но в общем вариантов нет вообще вот до четырех с половиной тысяч долларов нормальных вариантов нет ну пока не я не нашел в районе даже трех с войны не было ничего поэтому очень рады что у нас платеж всего на 200 долларов это шикарно мы думали нам выставят долларов на 800 дороже потому что мы посмотрели на самом деле 2 645 сейчас стоит сейчас 2 платим получается еще два месяца будем 2 платить а с августа уже будем платить 2 200 да и нам всего 2 200 выставлено 200 лору дольше а больше а вообще но если смотреть наши комьюнити там наша квартира стоит 2 4 645 но видимо нам мы так и думали что нам но за 2 645 даже за 2 600 я просто смотрел на за 2 800 за 3 3 200 3 500 и смотрел на всякий случай что если вдруг что-то больно короче говоря ничего нету так мы подъезжаем лиза сказал в каком-то зеленом доме какой-то зеленый дом смотрите в люке машины пальмах с кокосами над нами вот такая вот упадет пальмочка так мало не покажется стеклянную крышу а вот кокос упадет мало не покажется тебя не понимают по твойски да ладно тебе как два что что я планирую что я планирую что я вас трип сделать еще летом что-то было очень что вы делали расскажи мы были в мале мы были на пляже были на разных пляжах в кинотеатре мы были на бассейне ночью утром везде просто были ночью а чё ночью делали где там в этом но ты довольна очень я рада причесала на тебя такой прикольный а что так не ходишь почему дред дреды не заклеили что ты через день уже сдуешься ну чё переезжаешь от нас наконец-таки я скажу так что я планирую давай я кто смотрел это айс вентуры когда там это смотрели же айс вентуры когда когда он там да 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 когда он там у монахов жил и такой я уезжаю не плачьте не провалить я понимаю братья что вы будете переживать переселим сразу лавруша слева и тут рассказываю рассказываю страшно все интересно поснимала что-нибудь конечно на тебе слону тебе там да чуть-чуть это вон теле есть и которые за что когда две фотографии тюльпанов и как море шумит а в каком моле были в авентура ну и как нам классно авентура мол очень классный мы там были сколько много два раза до пандемии я там больше я туда только леска привозил потом машу привозил с детьми мы там были что пару раз вообще но если давай рассказывай какие машины здесь все вы делали это кто здесь живет это кто одноклассница она живет вы в одной школе учились до кого откупали по хиджаб называется это не помню я помню сарае у тебя кого-то все разъехались и она сказать оставляй просто чемодан у меня идти посиди у меня дома даже мы уже приехали еще только час назад и мы там сели ну же зак давай давай подробности скабрезные какие-то подруги сейчас грустно что я уезжаю да так мы можем оставить ее вот скоро достроить можно пока пожить в этом доме ты не хочешь домой все уже блин она к нам и вернем обратно это мы же не попрощались навсегда вы через месяц и стреляет что они это же одноклассница они как будут учиться где здесь или они уже лучше они симкуль я младше их все почему как младше они выпустили все а ты же дружилась синера я только что миром близкими дружил точно лиза в майами какой-то класс 11 заканчивала и дружила она с классом синеров это класс выпускники да я только с ними наш нормальный контакт остальные просто в своем классе что-то у нее не зашло да а вот со старшеклассниками которые у меня классов много с ней было ему просто начали мы еще потому что ты еще на год же позже здесь учишь то есть твои одноклассники я понимал то что мне гораздо легче и приятнее общаться чем со своими ровесниками вообще не заходило так получилось что у лизы много было классов здесь же нет такого понятия вот один класс все на одних уроках сидят с одним учителем ходят они здесь переходят вот как какие предметы набирают по тем ходят то есть они сидят в классе какого-то предмета и рядом будет сидеть там с девятого класса либо с двенадцатого класса то есть какие предметы набрать и улице было много классов с старшеклассниками с сеньорами 12 класса с выпускниками и она с ними там сдружилась с пацанами с девчонками она дружила и как они здесь учатся в майами никуда никто не разъехался я в основном все в майами учатся никуда не поехал так зачем год выжать если в майами офигенно там офигенно все понятно естественно это город другой здрасте это это столица моя москва со всеми встретилась и эти у меня тут каратно больше чем в майами сейчас пока что она лучше Лиза имеет в виду деньги, тратит на путешествия, потому что остается много денег. Ну, правильно, правильно, конечно. Ну, что мне покупать новую одежду? Да лучше идти съездить, отдохнуть с людьми. Я согласен. Поездить на пляж, съездить в другой город, чего бы нет. Сустрелиться с друзьями, конечно. Я встретила абсолютно со всеми вообще. А вы были там где-нибудь в Бритле? А с Сенсиром встречалась? Сенсиро видел? Да, мы с ним пересекли. Да ты что? Все хорошо? Да, все хорошо. Да, мы вообще полностью, мы хорошие друзья. Он поздоровался, говорит, вот Лиз, как ты там? Я говорю, все хорошо. Как картошку копаю, мы курчик с утра гоняем, собачка какает у нас на городе. Утки, петухи. Да, у нас с утра выше уточка, какого так? И все нормально у нас. Хорошо в деревне, рядом пристает к стеблетам. Это жена, она грустит, ладно тебя. Так что грустить-то? Ноги в руки, вон сейчас поехали. Да, у нас всего полтора часа от нас, что грустить действительно, все нормально будет. Можно и ездить, и встречаться, тем более сейчас лето, летние каникулы, почему нет? Да, главное чтоб, как говорится, деньги были. Это да. А чтоб деньги были, надо работать. Ну, Лиза хочет, короче, сюда перевестись, в университет в Майами, да, куда? В университет в Майами хочешь перевестись сюда, потом в Снеплс. Да мы только за, мы только за. Да мы только за, она сейчас хочет... Как говорится, бабы с воздуха были легче. Ну, мы рады, что тебя рады. Как тебе Майами бич? Ой, мы, блин, с Аланти бичи, мы ехали, мне кажется, на один из пляжного бич, но мы до него так не доехали, что это чуть далеко от нашего дома. А вы были на Брихере, где-нибудь, Миттауне, что-нибудь туда? Мы хотели съесть, и дома буквально. Потому что мы были. Да я знаю, мы вот вчера буквально хотели съесть, но девочка у которой машина, а ее срочно отправили домой, и пацаны реально живет, короче, у нее дом есть тут в Майами. Ее позвонили, и она, короче, уехала, у нас не было машины. Она уберет, и тут что-то 30 баксов туда-обратно, и я такая, да ну не... Угу. Короче... А, ну что, далеко до пляжа была от этого дома идти? Я считаю, так, в следующий раз мне просто надо практиковать немного, и я буду уже на машине. Просто там реально... А, как бы мы только сегодня решили продать твою машину. А, ну это... Так, хватит тебе нечем, мы умозаключили, что это пляжик на наши хрупкие плечи мы решили продать. Чего она стоит там пылиться? Нам оно не надо. Эээ... Ладно тебе, ну это чуть не плачет. Чего плакать, работать надо. Не, у нас просто, как говорится, пока пупыргуни стрекоза лета красная пропевает, зима стучит. Да, муравьи плачут, кстати, раз. И зима стучится в окно, или как там, даже в стихотворении. Так что да, тут как бы, пока ты пляшешь, пляшешь, деньги-то имеют свойство заканчиваться. Поэтому печалька случается тогда, когда они абсолютно заканчиваются, и ты такой смотришь в окно, у тебя грустно, холодно. Ты смотришь на свою машину, тебя забирают за долги. А жить не на что. И квартиру снимать не на что. Поэтому все пашут все время. Поэтому все хорошо и здорово в Майами, когда есть деньги. А когда их нет, там печалька печальная наступает, мы это знаем точно. Да, мама? Да. Там прямо все отришки мимо тебя, магазины, машины проезжают. И ты к тебе грустно и грустно достал свой сухарик, погрыз, посмотрел, послушал волны, если есть время, и все. Вот. Тебе жарко и очень грустно. Сейчас ты печалишься, что ты не в Майами, а потом ты печалишься, что ты в Майами. И нет денег на Майами. Да, Майами проглатывает, конечно, вообще, съедает. Да нет, любой город. Так же, как Нью-Йорк, все съедают. Любой город, на самом деле, а что, в России по-другому, точно так же, в Москве. Я сравниваю. В Москве ты живешь, и что у тебя там? Я как раз про большие города говорю, в том числе и про Москву. Да, то есть у тебя печаль печальная наступает, ты приходишь, смотришь на Красную почту, выходишь на Пручатку и говоришь, Москва, столица, Родина, все такое. А потом такой, думаешь, етить-ка логрите в метро, ты как душно тебя локтями толкает, кто-то только что сморкнулся. И все, и пошло, поехало, и Москва уже совсем не Москва. Уезжаешь себе в Чертаново в однушку, а еще желательно с тремя соседями, которые тоже только что приехали и спеть, кто в туалете, кто на кухне. И вот так вот Москва становится очень печальной. Ну, как любой город, Майами тоже самое, там любой город, Нью-Йорк тоже самое. На самом деле, везде хорошо, где ты с деньгами, правильно? Правильно? Когда ты делишь свой хороший автомобиль, едешь, открываешь вот так стеклянную крышу, смотришь на пальмы, любуешься. Поэтому, Лизовка, самое главное сейчас учиться и работать, чтобы потом все было, а? Остальное все как бы друзья, подруги, это все как бы... Моя сейчас мотивация нейтральная, прям замотивировала меня, чтобы я вообще-то просто уехала. Ну что, что ты? Уехала сюда. Мотивация нейтральная, это путешествие, прям у вас очень сильно мотивирование. Ну да, но мотивация должна быть к тому, что сейчас надо учиться и работать. Ну я это и делаю, что мы переехали. Да. Она это и делает как раз, да. Она заметила себе путь в моей переехали. Вопрос того, что я тебе скажу, почему мы переехали с моей, потому что, ну, нам крайне... Ну хорошо, это же вы переехали, я же сейчас сама... Нет, ну я, нет, прекрасно, да, я имею в виду, что чтобы сейчас, как бы, это тебе сделать, тебе нужно сейчас, ну, на самом деле, опять-таки, жить и учиться в Майами, или жить и учиться в Нейплс, есть большая разница. Потому что сейчас, когда ты... Ну что, давай мы не будем в этом, если мне лучше в Майами, если... Я не говорю, что тебе хуже, я бы ради Бога, ну ты, как бы, просто все измеримо, да. Мы же спокойно абсолютно тебя отпустим, ты не переживай. Нет, да я хоть завтра соберу чемодан лично, я даже отвезу в одну сторону, в принципе. Мы не из тех родителей, кто будет держать возле себя, нет, конечно. Наоборот, мы за, чтобы человек свой путь прокладывал сам и делал сам и решал сам. Прямо пинделями еще и будем, мать будет печь, блинчики отправлять будем. О, ну не дожди, у меня. Кто, кто едет? Я наушники вставила, я уже не слушаю. Она наушники. А мы с тобой не общаемся. Ну подожди, подожди, Лис. Ну подожди, я просто не хочу разговаривать, все. Ну ладно, она сейчас переживает пока, ладно. Ей просто сейчас грустно, она пройдет к вечеру, но сейчас пока грустно, ладно. Что грустить-то? Ну всегда можем разберусь автомобиль. Ну просто грустно. Нет, Лёвика, нет, сегодня не можем. Сегодня не можем, у нас с Лёвикой везти скоро на тренировку. Ну ладно, сейчас погрустит, успокоимся. Слушай, какие проблемы? Я когда... Она тебя не слышит. Я с подписчиками общаюсь в этом момент, да, друзья мои, родители. Вот там сидят тоже чьи-то родители, бабушки, девушки, у них такие же истории, поэтому мы общаемся с ними. Я когда у меня грусть-тоска меня съедала по друзьям, так мы с друзьями собрались там в чемоданами в Томск, уехали. И потом я пообрат... Скучал в обратную сторону через какое-то время, потому что дома вкусно, сухо, тепло, святое, ничего себе. Все так это. Когда едешь на 3-2, не знаю, 4 дня, то это в кайф. А когда ты надолго уезжаешь, и у тебя начинаются все вот эти великие катаклизмы, все познается в стороне. Друзья же тоже не будут все время... Да, потом ты звонишь, они один занят, другой занят, четвертый учится, тот на работе. И все, и ты один. Да, и ты один. Ты хочется к маме с папой. Да, и ты потом начинаешь первые плюхи получать от жизни, прямо вот так, на, вот так себе на асфальт. Хотел, на. Да, и потом как бы все это, все оно приходит вот так вот. Потом ты доходишь своей половинкой, становится все хорошо. Не 20 лет. Надо, нет, нет. Рука об руку. Ну, я тебе молюсь. Это, и просто, все это дело такое, поэтому все эти печали печально, они нафиг никому какой не интересны. Нет, ну это здорово, это какое-то... Это мило. Мне кажется, как какое-то испытание, которое нужно пройти. Какое, тем более, испытание какое пройти? Что, на пляже посидеть и потом уехать и печалиться? Нет, нет, ну жизнь тебя как будто бы заманивает чем-то, что-то показывает, а потом тебя проверяет. А вот справишься, давай, да, то есть вот как будто бы вот как-то так, мне кажется. Нет, не просто... Вот ее манит в Майами, ее также в Лос-Анджелесе манит. У человека вся жизнь в ее руках сейчас. Верно. Я понимаю, мы же сейчас... Нет такого, что Лиза, ты не можешь уехать, мы тебя не отпускаем. Мы так никогда не делаем, нет. Да. Вот, поэтому, то есть все как бы в ее руках. Она может фактически взять документы, найти колледж, куда-то по этой плечи, или тот же самый Майами Бейт колледж, или еще найти квартиру, пойти на работу, работать после колледжа, одновременно учиться. По выходным скачаться с друзьями. В Авентуре, мол, да, и по выходным тоже будет работать дополнительно, потому что надо оплачивать. Да, да. Когда сейчас за квартиру в Майами выставят там 1800-2000 долларов, что скорее всего будет... За однушку. Да, за однушку, естественно. Ну или комнату с кем-то снимать. То есть все потом улетучивает, вся романтика. Вот верить нет... Некогда встречаться с друзьями, валяться на пляже. Мы сколько прожили в Майами, так мы, честно говоря, почти там не кайфовали. Мы первый раз в Майами затусили. А, два раза было, три раза. Когда уехали. Да, когда приехали просто так, потом когда уехали, то есть на самом деле... До переезда, после отъезда, во время мы вообще не тусили. Мы на пляже-то были, по-моему, один раз всего лишь, когда мы... Да, то есть как бы... Мы не были за год жизни в Майами. Были два раза мы на пляже были. Один раз был в Майами, другой раз в Форт Лодердейл. Короче, нет, ну мы ездили там периодически, что-то еще. Но в плане именно затусить вот так, чтобы поехать в Майами... Нет, нет времени, вообще нет. Мы были по-настоящему один раз, когда приезжала бабушка, сидела с детьми, и мы уехали вдвоем. Да, в институт Валентина. Вот мы там прямо вот до тошнотиков. Я тело Лены еле привел просто. Вот там мы тусанули, так тусанули. Это был по-настоящему, это был кайф. Это правда. А как бы... В плане того, что вот так именно, когда мы там жили... Слушайте, сначала мы там работали, устраивались там и прочее. Потом начался этот страшный ковид, и был ужас ужасный. И мы такое там пережили, что... Не дай бог. Да, нас в Майами прямо просто проглотил. Да. Да. Уж поверьте, это мы, извините меня, тертые калачи-то нас... Но после Москвы-то нас уже не удивить, да, и то, знаете... Да, очень сложно было, очень сложно. Да. Поэтому, когда мы говорим, что, доченька, посиди еще чуть-чуточку с нами, это не вопрос, что мы не отпускаем, да катись ты хоть завтра куда угодно, но вопрос того, что мы говорим о том, что, может быть, пока рановато, чуть-чуть наберись сил, а потом вылетай из гнезда. Вот как-то так. Вот как-то так. Да. Ну, она сейчас успокоит. Не, а так вы на самом деле, я вот, честно говоря, я вообще считаю, что человек может ковать свою жизнь прямо сам и брать молот на ковальню и погнал, погнал, погнал. Никто не останавливает. То есть, когда, ну, бывает такое, что родственники против, там, еще там, обстоятельства не позволяют, какие-то еще сейчас. Ну, допустим, у нее спокойно согласитесь, что она может хоть завтра начать искать себе вуз, подавать документы реально, искать там работу, искать жилье и прочее. И все для этого есть. И, в принципе... И работы здесь тоже хватает, да, Бабир? Да, сейчас, сейчас, кстати, дофига куда требуется на работу. Да. Много очень. А отраслей, пожалуйста, и живите там в своем Майами, и кайфуй каждый день. Приезжай к нам иногда, и все. Да. Вообще вопрос. Полтора часа езды. Ну, да. Ну, да, пускай два, ну, в принципе. Ну, не было там. Не, ну, два ей тоже. Слушай, ну, это как из центра Москвы, я говорю, по пробкам до Ахимок добираться. Да, господи, до Куркина у нас 25 минут уже сто раз тобой обсудили. По пробкам можно и пять часов стоять было. Я же говорю, по пробкам. Ну, пробки же разно бывают, а также перекрывают Ленинград. Я прямо сказал, по пробкам. То есть, да. Ну, во времени то же самое, то есть, полтора часа потратить. Что здесь ехать? По сути, ничего страшного. Ну, да. Вот так вот, так что немножко грустно сегодня. Ну, Лиза все равно, она молодец. Ну, я ее просто понимаю, как ты, все, что она чувствует. Ну, она у нас быстро отходит, у нее эмоции прыгают очень быстро. С большой такой, с высокой скоростью она, то так, то эдак. Поэтому сейчас она успокоится и все будет хорошо. Но то, что все хорошо прошло, я рада. Я думала, она через день. Нет, я рад, что понравилось в Майами. Мне это хорошо, когда человеку нравится, как бы, развитие, там, большие города, люди знакомые. Что человек стремится туда. Это да, это наоборот, что сидеть-то. Это здорово. Вперед, на встречу к мечтам, звездам, планам и все такое. Это наоборот. Есть же много людей, кто вообще не стремится в большие города. Ну, вообще на жопе сидеть обычно в детстве, в молодости вообще не мог. Наверное, куда-то все время было. Сейчас вот меня это... А так я... Сегодня там, завтра тут, то в Петербурге, то еще где-то, то еще как-то-то. Вообще, не остановить было. Я мог полететь в Москву оттуда и возвращаться на машине через тысячу городов. Это же интересно, черт возьми. Это было один раз, и то он сильно жалеть об этом. Нет, было тяжко, но я просто... Он не ожидал, что это будет так тяжко. Полетел в Москву на два дня, но там товарищ... Встал билет и вернулся на машине. Так что у меня просто товарищ купил в Германии машину и гнал. И говорит, давай, доедем. А мы говорим, поехали. Он говорит, поехали, пошел. Зато, слушай, я посмотрел, от Москвы до Сибири мы доехали, и я посмотрел все. Я был в городе Златоуст на минуточку. Он когда на пороге появился, я его вообще не узнала. Было тяжко, да. Человек без определенного места жизни. Ну, у нас не было денег толком. Я говорю, а деньги где будем брать? И тот без денег, и этот без денег. Он говорит, товарищ говорит, а если что, телефон по дороге продадим, нам на Бенин хватит. Это реально вот просто. Да, это вообще просто. Поэтому нет, где только не мотала, что только не носила. Я считаю, это дурость, просто дурость. Да, слушай, а вот это, наоборот, это интересно. Значит, когда Лиза, то это жажда приключений. Мне нравится, когда ясно, то это дурость. Это дурость, определенно дурость. Это было весело. Зато жизнь, как говорится, полной чашей. Да и сейчас, если бы не дети, я бы мотался как говно прорубью во всюду. Ну, работа, надо кормить всех, поить и прочее. Да мы, можно сказать, тоже дома не особо-то сидим. Не, ну, слава богу, Лена стала с годами более подвижной. Раньше вообще ее не выманить было из дома, там, куда-то, там, максимум в ресторан, в лучшем случае. Да, я такой домовенок. Я и сейчас, в принципе, домовенок. Я ее так и называл нафанев всегда, потому что она реально, ну, не выходила никогда никуда. Я люблю дома, я люблю копошиться дома. Да, стала уже свою постаревшую, как бы, задницу. Вытаскивать куда-то. Да, но мы еще Флориду-то не все объехали, а мы тут все себе путешествие намечаем по штатам. Не, я, просто, сейчас реально, сейчас просто надо выстроить бизнес, надо выстроить работу. Мы просто все время заняты, мы не можем отъехать на долго никуда. Да, поэтому у нас, как бы, сейчас просто такая ситуация, что мы не дергаемся. Так, почему бы, почему бы. Так, ладно, все, друзья, вот такая вот у нас сегодня встреча с Лизучком, с нашим. Она довольна, это хорошо. Ладно, все, поехали обратно в Нейплс. Повезли нашу Лизуху в нашу деревню. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok